ну что же всем привет тут такая интересная история в кавычках произошла дело в том что я начал записывать летсплей как обычно но это был просто кошмар карта так тормозила играть просто было нереально и таким образом это сподвигло меня на то чтобы взять другой компьютер помощнее мой это имеет свои минусы поскольку мне но он не привычен во вторых нету него динамик нет не динамик точнее микрофон встроенный плохой поэтому мне пришлось взять наушники с микрофоном и говорить в него поэтому я не знаю звук будет или очень тихий или очень громкий я кое-как его смог настроить чтобы более-менее меня было слышно но при этом я игру практически не слышу но по крайней мере теперь это все не тормозит вообще практически все-таки насколько мой комп устарел видимо что там у меня даже подвесоны были что играть просто нереально было я уже сказал а на этом вообще как бы как будто я даже не записываю ничего ну да ладно это все преамбула нет все-таки по тормоза есть но это ерунда сущая на самом деле потому что было ужасно так вот это у нас конечно же кого карта акватика 2 из вада voyager от бивня надо было это сказать вначале но я как-то не догадался впрочем вы и так по названию ролика знаете что это за карта правда но в общем я уже ее прошел до какого-то момента с этими ужасными тормозами тормозами да так что я кое-что тут знаю и комментировать вначале наверное буду не очень много я постараюсь вспомнить и повторить то что я говорил но ничего не обещаю во первых конечно же бесит это вода которая очень медленная во вторых мне нравилась вот эта пещерка выглядит естественно и красиво я люблю декорации которые в которые нельзя попасть но которые вот детализированы кстати вот здесь по моему тень лишнее я конечно понимаю что вроде как тень так падает слишком низкая вот эта штука из-за этого там тень но по-моему она все-таки лишнее так надо вернуться так вот я в первый раз когда играл вот вы сейчас видели этого холлнайта с которым я сражался в первый раз он у меня половину здоровья также сожрал потому что видимо чтобы с ним сражаться нужно отходить на дальнее расстояние чтобы ты успел увернуться пока фаербол летит иначе в такой воде увернуться не реально и кстати проблема воды здесь не только в том что она тормозит игрока но и в том что игрок начинает не сразу откликаться откликаться вернее на собственно нажатие вот сейчас я покажу вот посмотрите вот сейчас я нажимаю кнопку видите так ну тут я застрял вот вот я не успел увернуться просто потому что я уже давно нажал кнопку но он так и не среодировал это конечно может быть и реалистично но по-моему для игры это совсем не является чем-то хорошим по моему это только раздражает и мешает тем более что игрок наверняка привык допустим холлнайта убивать ее вблизи то есть подходить к нему близко чтобы нанести больше урона и при этом он привык что может он увернуться от его фаерболов а здесь я его вернуться не могу это очень неприятно так но даже не знаю мочить или нет наверное замочил вот опять то есть из одной стороны другую тоже ходить не рекомендуется потому что игрок тогда сильно замедляется ему нужно время на то чтобы он ну как бы развернулся я кстати надеюсь что этот летсплей будет покороче чем предыдущий потому что предыдущий был уж слишком долгим даже для меня наверное я бы хотел все таки держать темп как же я про вас забыл-то ах вы гады но не успеваешь вот здесь увернуться объективно не знаю бивень ну сделай ты просто глубокую воду ничего ты выпендриваешься но только раздражает честно никаких новшеств в геймплей это не приносит кстати это уже считается дурным тоном в игровой индустрии как таковой допустим во времена дэнди и сеги все знают что это за приставка было много игр в которые как раз разработчики пробовали всякие вот такие фишки то есть допустим все уровни нормальные а на одном допустим лед везде и ты по нему скользишь вроде как это должно было разнообразить геймплей сделать его интереснее но привело это к тому что просто всех это бесило и все ненавидели эти уровни где физика как бы меняется так что и здесь я думаю тоже самое абсолютно вроде как должно как-то улучшать геймплей но на самом деле только раздражает ничего интересного она не привносит да я в прошлый раз кстати вот я сейчас играю в гозе они в задронами который кстати по освещенности ближе у меня стоит к пэрбуму там классики короче гоза такая светлая так вот в задронами вот здесь вообще ничего не было видно практически очень темная пещера в гозе видно но гоза она очень освещенная может быть конечно ее можно настроить потемнее также как с андроном по сути ведь это одно и то же но мне просто лень это делать я не знаю как ну то есть не знаю а так сказать слишком тонкая там настройка у меня получается либо все засвеченное либо слишком не контрастная так вот еще что я хотел сказать по поводу этой пещеры то что она такая темная это еще ладно проблема в том что там как вы видели есть вот эта комнатка пещерки где у нас лежит пулемет с патронами как раз в этом моменте патроны кончаются но нам нужно убивать и двух зомби впереди я его забивал второго вернее зомби мена с кулака потому что на него у меня не хватило патронов а потом оказалось что патроны как были лежали рядышком в этой комнатке так вот почему я не пошел в эту комнатку она была темная то есть игрок интуитивно идет туда где светло это уже давно установлено в играх так что я рекомендую этим пользоваться все жизненно важные как бы локации стоит помечать более высоким уровнем освещенности им следует отмечать вот такие вот места где нужно разжиться патронами либо просто путь игрока по карте куда надо идти чтобы это было отмечено большей освещенностью так вот я здесь вы раз мучился сейчас у меня fps повыше так что проблем таких не должно быть хотя все равно подтормаживать но это блин ну это действительно ерунда ну что я привык что у меня обычно тормозит все воды тормозят а этот это было просто катастрофа вот как сейчас да видимо здесь она тоже тормозит но не везде надо аккуратным быть так вот я по поводу этих колонн в прошлый раз говорил мне нравится то что нужно карабкаться прямо по колоннам потому что обычно ставят какой-то уступ и рядом колонны и дескать пробегаем мы по колоннам да они все одной высоты но здесь нет здесь они вот так по возрастанию это здорово плохо то что меня убили кстати а да давайте сначала закончу про колонны прям столько всего нужно повторить чего я в прошлый раз говорил как бы не забыть так вот мне еще нравится то что колонна вот так разрушены и идут по росту мне нравится как они выглядят я имею ввиду вот это по поводу того чейнганнера который меня сейчас убил это раздражает потому что на этой карте так же как на предыдущей но на это еще больше поверьте много таких мест где в нас стреляют хит сканеры с большого расстояния и причем они расставлены так что мы их просто не видим я несколько раз умирал даже не вообще не понимая не то что там кто меня убил а с какой стороны вообще он стрелял хотя казалось бы я всех убивал перед тем как ее идти так вы знаете что я загружусь и поставлю на паузу пока я карабкнусь на это непотребство итак я забрался вот меня опять кто-то подстрелил я даже не знаю кто с какой стороны даже нет это не он а вот он то есть вот на таких расстояниях таких как они называются блин не выемки а черт забыл слова ну как обычно короче в таких местах что просто не видишь врага и касательно этого окошка блин ну что такое это даже не честно касательно этого окошка если у тебя мало здоровья ты даже не успеваешь убить их там два чейнгайнера просто физически из-за того что пока у тебя шотган перезаряжается они в тебя прекрасно стреляют и ты за это время можешь умереть вот у меня несколько раз сейчас так было по поводу здоровья я он там взял берсерк там секрет но почему-то у меня сейчас не отметился он как секрет не знаю почему может быть потому что гоза или я как-то там неправильно встал хрен его знают ах ты я не помню как залезать туда вот помню что он там вот у нас патроны есть а здесь соус сфера да еще что я хотел сказать вернее повторить то что я говорил в прошлый раз здесь в начале дается зеленый броник что очень хорошо потому что броник в принципе нужно давать как-то в начале может быть в секретке там или как угодно но не в конце явно потому что он призван защищать здоровье когда ты уже потерял половину здоровья большого смысла в бронежилете нет да кстати здесь куча трупов в прошлый раз здесь также была куча трупов и один всего зумби мэн живой я не понимаю как они друг друга так перестреляли причем оба раза практически одинаково патроны в кустиках мои любимые хотя траву конечно линиями я ненавижу но здесь она хотя бы сделано густо и поэтому как бы не так режет глаз я кстати а да про дизайн я должен тоже повторить в целом вот мне все это нравится здесь гораздо лучше чем на первой карте там я говорю что в целом она топорно сделано здесь же топорно сделано в принципе только вот эта скала и вот это все остальное мне нравится особенно вот дома в скалах как бы вот так сделано причем дома кругом и они детализированы и там вот я даже замечал дверь и книжный шкаф даже на большом расстоянии все это здорово а вот эта локация мне просто нравится красиво но вот здесь мне опять не нравится лиминант которого тоже не сразу замечаешь но от которого опять же увернуться нереально ну я имею ввиду нереально если вот сюда в воду прыгнешь я в первый раз так и сделал полез в воду у меня опять лиминантовская ракета зацепила и все и конец истории так ну здесь подняться никак нельзя вот только здесь я так и не понял как на этот островок залезть кстати вон тот проход не открывается я вообще не понимаю зачем мы сюда ходили так же как я не понимаю зачем мы ходили в ту пещеру где я говорил про освещенность и патроны про нехватку патронов что здесь что там бесполезные локации конечно на карте должны быть локации необязательные но они должны чем-то награждаться их исследование должно чем-то награждаться здесь же я этого не вижу здесь по-моему больше тратишь чем приобретаешь кстати вот здесь мне не нравится уже трава вот эта вот углами сделана ну противно же вообще ужасно смотрится все это там она густо так сделана и аккуратненько была а здесь вот эти углы это мне совершенно не нравится да Мемфис говорил мол пинки в яме это бесполезно я согласен в принципе потому что когда они не могут навредить игрок скорее убьет их прежде чем упадет в яму и вообще это даже как бы если он туда упадет это не слишком интересный деймплей такую кучу спектров или пинки расстреливать это очень скучно так что я против таких вот ловушек в кавычках вот кто в меня стрелять я даже не вижу вы его видите вон он только сейчас я увидел ну честно очень раздражает вот эти вот монстры которые черти где находятся блин но по всей карте просто ну в любую секунду ты можешь получить фаербол непонятно от кого непонятно вообще где и как ты даже не поймешь что тебя убило или не фаербол а тем более хит сканеры кстати про хит сканеров антроид правильно говорил ставить хит сканеров на большие открытые местности это просто это просто я не знаю дурной том потому что они стреляют на дальних расстояниях вполне неплохо а тебе еще нужно их увидеть прежде чем ты их убьешь да ну вот этот домик конечно не детализированный и очень странно вот эти окна выглядят которые линии такой идут ну слушайте ну прям как легко то проходится это все это были тормоза это просто кошмар был я не мог ни от чего увернуться толком не мог попасть по монстру эй я хотел вообще-то сюда забраться а ну я так могу достать кстати мне интересно как там вода была реализована под которую попадаешь то есть под водой когда ходишь это же подбом вроде как все если подбом то я не знаю как это реализовано хотя я в общем то вообще подбом никогда не маппил обстрелить как увернуться бесполезно так и где я так я надеюсь вы не против если я снова счетелю и залезу туда потому что мне кажется что я вообще сюда больше не вернусь а мне очень нужны патроны в общем-то соус сфера тоже не помешает спешите это на то что я уже просто это проходил и в прошлый раз я ее достал все таки сейчас просто случайно упал вот сейчас секрет отметился да по поводу того что почему я там не стал исследовать вот там там якобы дверь была но это ключ дверь то есть она запертая там по моему желтый ключ нужно а ну то есть получается да мы туда вернемся но когда это будет неизвестно а здоровье и патроны мне нужно сейчас вот здесь была очень неприятная ситуация я начал мочить этих ленинантов и встал как раз вот сейчас вот здесь а так как в зандронами было темно как в общем то в классике и должно быть вылез этот чейнгайнер и я просто в нем застрял и не мог увернуться просто из-за него ах да вы же тут все в общем то вот до этого я момента и дошел дальше я не проходил так что сейчас все будет будут первые впечатления ну практически вот сейчас сюда залезу я там тоже вот здесь тоже была забавная ситуация в общем я знал где стоят эти вот шутгайнеры но я физически не смог убить второго потому что ну не успел он меня убил потому что просто из-за тормозов то есть у меня так тормозило что даже развернуться вот так вот не успевал это был капец блин взял все таки эти шелзы случайно я вот даже думаю может всегда летсплей на чужом компьютере писать прям даже приятно когда не тормозит ну во всяком случае не так тормозит можно даже целиться так спокойно на бегу а то обычно целишься ну приходится останавливаться чтобы целиться да вот это забавно правда не совсем понятно вообще что это ну выглядит красиво и фиг с ним это жду правда где я а я забыл отключить эти как они называются бесконечные высоты объектов сейчас вот опять это вода глубокая я не знаю как это реализовано даже не догадываюсь так ладно мне сейчас нужно отойти на секунду продолжаем что-то я ничего не слышу это странно а вот провод выскочил так так я снова здесь я сюда не хочу тем более здесь ревенант этот сраный от которого не увернешься как как я сюда вообще не хотел идти меня заставили вот на кой чёрт надо было а чёрт я не смотришь ну блин как же аааа и так я снова здесь зачем я ходил в эту комнату непонятно нажал какой-то рычаг что он сделал Я не знаю Только проблем-то имел Вообще странно, реминант не появился Наверное, потому что я берсерк там не взял Я посчитал, что он мне сейчас не нужен Учитывая, что у меня 103% здоровья Так, вот это интересная локация Это, в общем-то, атмосферно Хотя детализация здесь не очень Но Ну давай же, давай же Эта комната тоже выглядит атмосферно Из-за вот этого освещения от бочки Ну и, в общем-то, этой дыры тоже Выглядит как бы так, ну, заброшено, что ли Очень пусто, но Это тот редкий момент, когда пустота Она играет только на руку Атмосфере То есть как-то так пусто, заброшено И бочка одинокая стоит Прямо даже как-то грустно становится О, вот это вот Текстурирование мне нравится Реалистично выглядит Тем более куча окон Это тоже очень Правильно Снова у нас реклама Дума Эта тумбочка, по-моему, очень высокая Паутина даже есть Забавно В двух углах Из четырех Так, и что это у нас за приставка Вообще-то, черт его знает Тут три кнопки С левой стороны вообще кто-то так делает А с правой, видимо Депад Ну, судя по внешнему виду Это Плейстейшн первый Ну, уж как-то не похож Деймпад Хотя я вижу как бы Дуал-шок Вот эти стики есть Хоть и квадратные Так, нет-нет-нет Я не хочу падать опять в воду Ага, значит, отсюда я смогу взять Плазмоган Даже не знаю Вот выберусь я потом оттуда или нет Давайте сначала возьмем плазмоган И вернемся потом сюда Опа Жалко, конечно, сейчас же его прямо тратить Но Иначе я тут не выживу С этими ракетами Вообще-то, можно и за берсерком сходить Давайте так и сделаем Ну, очень медленно, конечно, это все Ну-ну-ну Гау-гау-гау А вот и барон появился, кстати Не знаю, почему он не появился в прошлый раз Типа окно так Вообще-то забавно Но с этой стороны ничего нет Раз уже делал боковую часть окна Вроде как стекла То надо было и с этой стороны сделать А то получается смешно Итак Я хотел сюда, да? Секрет Блин, а я думал сюда нужно Нет, вот Ну опять Ну как тут увернуться от этого гада? Практически невозможно Это очень раздражает Когда твой стил насильно ограничивает Может быть он у меня и так не очень высокий Но В этой воде это просто кошмар Посмотрите Издевательство Самое настоящее Вот эта локация очень пустая Вот здесь прям ничего нет Такая квадратная пустая комната С этим трупом Одиноко висящим Мне не нравится Ладно, куда же тогда надо-то? Неужели к тому пауку? Так, опять у меня карта не настроена Ничего не настроено на этой гозе Потому что я в нее не играю Так Автомап Как там? Оверлей Оверлей only Все Угу Другое дело Что это у нас? Куча Каких-то развалин Кстати, на них забраться нельзя Что плохо Потому что выглядит так, что можно Мне бы ротит на самом деле Вот здесь Куча таких монстров Типа левенантов И пауков Особенно они так стоят Что Сложно от них уворачиваться И нужно быстрее убить Здесь бы ротит пригодился Ну здесь хотя бы аптечек пока что достаточно Так Вот этот здесь вообще не в тему Гад И вообще опять Зачем мне сюда шоу? Здесь нечего делать Все закрыто Вот Что-то я устрою А, все-таки она открывается Ладно, ладно Ну что Блин, загрузится что ли? Где я там был? Да хрен с ним Пойду только аптечку возьму и все Похоже, что зря я за ней пошел Под обстрелом-то тут Мне очень здорово бегать Так, и где я? Я как-то этого места не припомню А, это начало, вот оно Снова эта пещерка Надо было на нее что-нибудь поставить Наверное, вот на эту деревянную штуку Замечательно, да Мы проделали такой путь А нам карточка нужна Просто зашибись Вообще непонятно куда идти Если на первой карте было более-менее Хоть там была и нелинейность Но там, по крайней мере, если ты идешь По определенному пути Ты Как бы знаешь, что он что-то даст Здесь же, как вы видели Я Где уже только не был Но Вообще ничего мне это не принесло Кроме плазмогана Который, кстати, секрет Сюда Вот Опять же Там руины были Гораздо ниже, чем вот этого Но на них забраться было нельзя Здесь же совершенно Не похоже, что сюда можно забраться Но тем не менее Мы можем сюда залезть Это тоже минус Потому что Игрок должен понимать Куда он вообще может залезть Куда нет Половину плаката содрали, что ли? Блин! И где я? А, ну замечательно Ладно, пауза Так, вот здесь я, кажется, остановился, да? Вот теперь я не могу выйти Могу Так Кто меня тут убил? Какадема Интересно, где он? Княжонки Журнальчики Это что такое интересно? Ну, серьезно, Бивин Потом скажи, что это такое Мне просто интересно Я понимаю, что Это какая-то деталь Которую Ты знаешь, что она означает А я Хотел бы тоже знать Так, залезть я дальше не могу Ладно А, это не телепорт Ну и какой смысл Опять же нам сюда было идти? Куда теперь вообще идти? Ладно, я поставлю на паузу Пока поищу Потому что Я, по-моему, уже все Все пути Обыскал Ладно, продолжаем Я, конечно, тут не заметил Вернее, я заметил эту дверь Я ее даже открывал, помню Я просто забыл Что здесь у нас есть телепорт Посмотрим, куда он ведет Да, совершенно бесполезно Учитывая, что мы можем Попасть сюда и Другим путем Да Похоже, что снова Придется ставить паузу Итак, кажется Я нашел путь Нужно сначала Убить Борошу Значит, вот здесь У нас, оказывается, есть Не только сюда путь Но и назад Вот сюда А там, по-моему, целых два хода даже Кстати, пока я все это Вот Бродил Осматривал Так, не открывается Дверь Я понял, что По карте Гораздо удобнее Передвигаться С иди-клипом Вернее, даже не по карте А по воде Конкретно Потому что Очень медленно Так, ну мне бы Ротит, конечно Очень бы не помешал Все Плазма осталась А, вообще-то Нет, подождите У меня же Пулеметница есть Выходи, давай Текс Значит 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 Кнопочка Что делает Бивень говорил В прошлый раз Что, дескать Когда нажимаешь Кнопку Где-нибудь рядом Что-нибудь происходит Во всяком случае Это видно Через окно Здесь есть окно Но я пока что Ничего не вижу О, сколько вас Не то, чтобы Это попахивало С лотором Просто у меня Патронов Может не хватить Как бы Манально Это не было Но я уже говорил Что патроны Нужно выдавать До схватки Но никак не После того Как ты убьешь Монстров Потому что На этих самых Монстров Патронов Может просто Не хватить Вот если бы У меня не было Плазмы Сейчас Ведь это была Секретная плазма Я ее мог И не взять И как бы Я сейчас Мочил этих Кокосов И Манкубуса Спрашивается Чтобы добраться До патронов Ну я так и знал Что это как бы Такая Типа секретная Локация Здесь даже Телепорт Какой-то есть По-моему Это телепорт Да Я телепорт Помню Он ведет В совершенно Ненужную Локацию Туда На здание Где Оборванный Плакат Дум-2 Где еще Кокос С Арахнотроном И вот Эта кнопочка Надеюсь Она поднимает Не только Этот лифт Блин Надеюсь Та дверь Открылась Ура Я угадал Тихо Тихо Эй Ты почему Не умер Ну Снова Патроны Заканчиваются Ох ты ж Я знал Что там Кто-то будет Но я не думал Что это будет Барон Так Вот это Похоже Выходной Телепорт А это Входной Ладно Надеюсь Он мне Что-нибудь Даст Красная Ключ Карта Нет Не ключ Карты Конечно Красный Челепок Здесь Все Мертвые Уже Не совсем Понятно Кто их Убил Так Сюда Опаньки Тихо 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 Я даже Не знаю Идти Туда Или Нет Я просто Такое Чувство Что я Больше Патронов Потрачу Нет Патроны Здесь Есть Но Взять Их Очень Сложно Учитывая Что Монстры Скучковались Прямо На Ни Да Блин Безысходность Я Я Кстати Так Подождите У меня Опять Отключен Этот Бесконечная Высота Монстров Действительно Интересно Почему Она Отключена Я Переставлял Эıy Лю Эх Эй 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 Будем экономить Импульс шотгана Так Интересно, туда я смогу допрыгнуть? Я думаю, вряд ли Но проблема в том, что я не могу вернуться обратно То есть мне опять придется бежать туда Все это проходить, чтобы опять оказаться вот там Или где я там был Ладно, одно радует, я могу сюда спрыгнуть Наконец-то я сюда забрался А, ну вот, в принципе, я там и оказался Ну ладно Итак, где я был-то? Вот это, по-моему, был секрет, да? Или нет? Черт, опять я не могу сюда подняться Вообще-то я немножко запутался Ладно, красный ключ у меня есть Что дальше? Надо как-то отсюда выйти же А, ну Похоже, что другого пути и нет Тогда почему это было секретом? Странно Ха Красный ключ-то у меня есть А куда его применить, я не знаю Искренне не знаю Так что я ставлю на паузу снова Итак Я, кажется, нашел, что делать Но, блин, это очень заморочено Я все локации оббежал, так и ничего не нашел Зачем давать красный ключ, если он пока вообще не нужен? Итак, вот здесь, вот как вы видите, нужно пробежать Дальше так Что характерно, этот путь заканчивается дверями с желтым ключом Так что это опять-таки нелогично И очень неприятно, когда вот сюда залезаешь И тут сразу тебя юминанты встречают Прямо под носом Так, вот это вот у нас поднимает вот эти штуки, да? Ну что ж, хорошо Вот, наконец-то, ротлет нам дали Так, хорошо Ах, черт Все-таки упал Похоже, снова придется карабкаться Опять пинки в яме Что опять-таки бесполезно Секрет Очень странный Впрочем, рюкзачок мне не помешает Так Где я вообще нахожусь Блин, страшно сроки-то стрелять Под тетельный угол Там у тебя Посмотрим, что у нас здесь Вот здесь у нас есть проход, короче Но там нужна синяя ключ-карта Или Что там Череп Короче, вот Надеюсь, Бивен не обидится, что я так пролезаю Потому что Опять бегать по этой воде И через все локации сюда Бежать А потом карабкаться Это совершенно меня не прельщает Просто совершенно не прельщает Ааа, ну вот что за подлянка Да блин Ни одно так другое Хоть бы уж не тормозило Так, вот мы опять куда-то А, ну это то самое место Вот синий ключ И как до него добраться? Вопрос А? Ну если эта штука не опустится И я не смогу его взять То я просто не знаю, что, блин, делать Ну да Ладно, пойдем в эту локацию Может быть здесь что-то нужно нажать И тогда ключ опустится Но если это так То это очень все сделано Знаете Как бы так, чтобы не выразиться Очень плохо Потому что нужно Десять раз туда-сюда Карабкаться Бегать по этой воде Через всю карту Чтобы подняться Или опуститься В какую-то локацию Да блин Ну да, как я и думал Эта кнопка опускает ключ То есть нам снова нужно падать И корабль Не, ну тут в принципе можно вот так прыгнуть Но блин, это сложно И если упадешь Нужно все заново делать Короче на этой карте Вообще без этих клипов Это просто демор Здесь невозможно нормально Посетить какую-то локацию Без того, чтобы Не побегать по этой воде Треклятой По сто раз Ну и плюс еще Покарабкаться Да Так что я Даже себя не считаю Преступником За то, что использую Иди клип Мне просто уже надоело По ней бегать По этой воде Это забавно Неожиданно Как-то даже страшно Учитывая, что здесь Столько всего Такая высота И еще арч Ну как ты меня достаешь-то? Ох, сейчас бы главное Не умереть Патроны, кстати Закончились Как вы видите Ну почти Замечательно Кубус меня встречает И арч И пулеметчик Еще там Очень такая Продуманная Ситуация Это конечно Не честно Так манкубуса Мочить Но блин Это же Идея Издевательства Поднимаешься И деваться некуда Тебя сразу Арч Жарит А бежать Манкубус Блокирует Проход К тому же Он и сам По себе Опасен Ну и что я тут Сделаю Может быть Нужно было Сначала Арчи Завалить Когда я еще Там наверху Был Но это Смешно Потому что Там Укрываться От него Было Негде Там Стоишь На Столбике Или на Колонне На чем-то Соответственно Ты просто Не успеешь Его убить До того Как он Тебя Покоцает Так Манкубуса Я его убил Нет Нет И вот так Убивать Кстати Не честно Потому что В думе Фрилука Нет Ну замечательно Как от него Увернуться Расскажите Уважаемый Автор Так что ли Ну это Опять же Идиотизм Так Я даже Не знаю Куда Спрыгнуть Сюда Или В клетки В эти Ну ладно Сюда А Это Я Отсюда Пришел Вот Эта Лесенка Что Забавно Так Локация Перестраивается Кстати Кто-то В меня Опять Стреляет Ну и по бокам Импы И все И патронов Нет почти Круто Ну ладно вообще там появилась в одном месте мегасфера, но мне она не нужна была до входа сюда, я до этого сожрал другую мегасферу так, а подождите, у меня же тут патроны были вроде как, куда они делись, ну здорово, все без патронов, делай что хочешь а где же я патроны-то брал эти, у меня же были шелзи да, не нажимай, что ни по пути называется ну что это за издевательство а, вон они лежат ладно, попробуем снова блин на этой карте нельзя расслабляться, постоянно ты можешь куда-нибудь упасть в воду в эту треклятую постоянно ты можешь получить фаерболл непонятно от кого ну и что, и зачем я сюда вообще ходил ну что толку то блин опять туда нужно будет идти ах ты видите, непродуманно то есть я пошел по одному пути и в итоге просто вернулся безо всего в то время как нужно было посетить, видимо, еще какую-то локацию ну нажал я на кнопку, что это дает я пока что ничего не вижу вроде как сюда можно сходить а, ну здесь, здесь только кокосы, я так понял вон там я видне... вижу какой-то выключатель виднеется правда да блин и на этой узкой штуке даже не увернешься толком и ведь, заметьте, я играю не на ультра вайландс а тут столько монстров что это за мода такая или бивень у нас тоже не размечает эээ... скиллы замечательно, я убивал всех этих кокосов тратил патроны только ради вот этого оно мне не так уж и нужно патроны здесь дороже ну вот опять я нажал кнопку что это дало? ага, решетка, похоже, открылась опять куча монстров, а патронов нет а не, у меня откуда-то есть, по-моему, интересно, откуда-то так, знаете что, мне надоело вас убивать кладитесь и размножайтесь а мне как-то совершенно наплевать так, ну вот я попал тоже здорово, мастермайн ты падаешь сразу к нему ни патронов ни здоровья ничего здоровье здоровье вот только прям за ним и, собственно говоря, и зачем ну и палли сюда, и что толку здесь нам ничего не дают я опять вернулся блин, какая же замороченная карта, а нелогичная, не... даже не интересная, по большому счету потому что мне даже исследовать толком не дают это все здесь нужно наугад вообще ходить и надеяться, что тебе что-то дадут ключ там или что но ничего не дают ладно, полезу опять в Doom Builder посмотрю, где эта желтая карта, как ее достать, блин в общем, вот по этим вот колоннам, с позволения сказать нужно было еще сюда залезть по идее здесь есть телепорт я не знаю, откуда он ведет и вот здесь вроде как а, нет ничего здесь полезного а, подождите-ка да, желтый ключ появился то есть та локация за синей дверью вообще не нужна что она нам давала? ничего просто пробежались хотя нам нужно было идти в другую сторону просто-напросто очень заморочено и очень просто нелогично и глупо, я бы даже сказал короче, удовольствия никакого здесь я больше просто лазаю в Builder и бегаю с иди-клипом так, подождите зачем я вообще сейчас иди-клип включил? а, по воде бегаю так, где у нас желтая дверь еще была надо вспомнить я вот уже забыл где была вторая желтая дверь потому что у меня мозги были заняты совершенно другим так, нет это я помню куда ведет нет, я не помню там вот я помню была дверь а где вторая? а, пауза а, ну это по сути вот она эта дверь и есть то есть это один и тот же проход там дверь и здесь дверь и что это опять же дает непонятно зачем это нибудь да, все это просто архи неинтересно и нелогично да вы знаете что я даже наверное не буду продолжать этот летсплей потому что это просто капец я вроде как уже собрал все три ключа хотя каждый из них вроде как мне ничего не давал и я все еще не знаю куда вообще идти тут все такие ходы очень непонятные все локации просто непонятно зачем сделаны да, короче это уже итоги по карте да начинаются в общем действительно большинство локаций здесь непонятно вообще зачем нужны мы ходим по ним собираем зачем-то ключи которые открывают двери которые в свою очередь никуда не ведут ничего не происходит бегаем по одним и тем же локациям фактически многие вещи просто неочевидно и непонятно вот там забраться чтобы я вообще мне в голову не пришло наверное я случайно заметил и еще много таких мест и ладно бы тут еще можно было бегать между этими локациями более-менее чтобы просто смотреть что ты сделал что ты не сделал искать да но ведь здесь даже этого нельзя сделать потому что все локации разрознены и друг от друга отделены вот этой водой ужасной бегать по ней без эти клипа это сплошное мучение у меня просто нет слов честно я еще не видел ни одной такой ужасной карты в плане прохождения даже слоттеры меня как бы не так раздражают в слоттерах хотя бы все понятно там ну и скилл понятно просто немой тем не менее там все проходимо в то время как здесь просто это это не то что непроходимо это конечно проходимо теоретически но это совершенно бессмысленно все эти локации они бессмысленные тут непонятно вообще что ты делаешь куда ты ходишь зачем тебе нужно в ту или иную локацию куда идти дальше никогда ничего не понятно и все это множится вот на эту воду и совершенно не очевидные ходы вроде тех уступов или беготни по столбикам где нужно сначала в одну сторону бежать за синим ключом потом в другую за желтым что это за издевательство и каждый раз нужно возвращаться по этой же воде через все локации практически чтобы вернуться к этим уступам обратно залезть короче это что-то с чем-то ужасно бибень ужасно просто эта карта входит наверное в топ худших карт что я видел при том что дизайн конечно неплохой я уже говорил в начале что все вот эти дома скалы все это вместе выглядит очень красиво и как бы ну интересно и концептуально но блин играть в это просто невозможно все у меня просто нет моральных сил дальше это проходить извиняйте до свидания до следующей карты надеюсь она будет не такая у меня не знаю что не знаю как это не знаю Продолжение следует...